Доброе утро, уважаемые зрители! Сейчас мы просмотрим новую схему. Вот она. Итак, БГТ к Дню Победы. БГТ Победа от 8 мая 2017 года. Просматриваем. Как я уже говорил на роликах, круговая система работать не может. Так как круговая система выравнивается силой, возьми земной шар, выравнивается силой, и движения нет. И также атомы, всё это, как говорится, имеет, в природе имеет форму круга, форма круга, она, говорится, стабильная. Поэтому в случае, значит, кругового движения энергия выравнивается. Поэтому мы делаем так. Наша система, ставим мотор, тот же самый, на 225 Вт. От него подаём, вот стрелка. То есть, запитываем через сеть сначала. 10 секунд. Включено. От мотора в течение 10 секунд запитываем. Генератор. Мотор берёт 100 Вт. 100 Вт. Генератор берёт 300 Вт. Запитываем генератор. А дальше, так вот нельзя соединять напрямую, остановится. Мы ставим блок ионистеров. Вот это самое дорогостоящее в схеме. Аккумуляторы сюда не пойдут. Они долго заряжаются, не успеют зарядиться. Ионистер заряжается мгновенно. Несколько секунд. Подаётся, значит, с генератора уже. Генератором подаётся. На ионистер 300 Вт. Ионистеры, значит, надо подобрать 300 Вт. И, соответственно, напряжение где-то 200 Вольт. 250 даже, может быть. 220. Как здесь будет? Обычно у меня, если 100 Вт подаёшь, где-то 220, выходит. Под нагрузкой будет меньше, в общем, где-то 100. Но сразу может сгореть, значит, под нагрузкой. Она просядет, будет сотка там, наверное. Да, сотка где-то. И будет заряжать, сразу будет вливать сюда 300 Вт. 300 Вт. Значит, 100 Вт, 300 Вт. Такой блок ионистеров. Это очень дорого. Поэтому сейчас ещё по старой схеме. Но, возможно, кто, если помогут, то можно создать. То есть здесь преимущество нет ни батареек, ни реле, ничего. Вливается, значит, энергия сразу сюда. В ионистеры. Отсюда же выход с ионистера, значит, 200 Вт. Потребляем. И 100 Вт опять на мотор. Как я понял, это, значит, сеть мы разгоняем в течение 10 секунд. Потом, значит, сеть убираем, зачеркиваем. И всё и пошло. Вот так оно крутится. Беспрерывно. Благодаря ионистеру. Так оно крутиться не будет. Это он. Так энергия, если здесь вот подать напрямую, как вот многие делают, показывают ролики, что там. Не будет такой работы. Потому что энергия берётся, значит, энергия выравнивается, а остальная энергия уходит извне. То есть выделяется воздух. И всё останавливается. А ионистер, значит, то в невыравнивании ионистер запасает. То есть он как источник энергии будет, который постоянно будет запасать и постоянно давать. Постоянно запасать, постоянно давать. То есть у него будет... Тут циклы будут, допустим, за минуту это 60 циклов за минуту уйдёт. Где-то так. Это секундные циклы. То есть за день, допустим, это уже 3600 циклов за час. А за день там, считайте, ещё помножить на 20. То есть тысячи циклов за день. То есть ионистер должен быть особой прочности. Я вот смотрел, там делают 12 миллионов циклов. Это мало. Это он проработает месяц. И всё. Ну есть, по-моему. Но это всё дорого. На 50 миллионов циклов, на 100 миллионов циклов. Вот такой надо ионистер. И не менее, чем на 300 ватт. И напряжение не менее 150-200. Потому что сначала-то оно пойдёт и 200. Потом может оно, как говорится, это самое. У меня есть моторы, у меня есть генераторы, цепь работает, всё проверено. Зато поставить ионистер. Это будет лучше, чем показывал до этого вам. Там, во-первых, аккумуляторы, там, во-первых, реле, там, в общем, инверторы, это всё ненадёжно, это всё ломается. Ну, а это вот надёжно, но это дорого. Будем, значит, просить народ, чтобы, как говорится, собрал на эти ионистеры. А если не получится, ну, значит, будем собирать по другой схеме. Да, и на ионистеры тогда будет только вместо батареек, то есть, так же там инверторы будут, то есть, схема будет хуже. А вот такая схема, ну, это надо собрать, я не помню, сколько. Один ионистер, допустим, там, на рубли, если, по-моему, 5 тысяч рублей, а тут, он 2,7 вольт, а тут на 100 надо 150, плюс ещё надо запараллелить, чтобы мощность была 300 ватт, то есть, штук 100 надо, то есть, 1500 надо, короче, может и меньше. Ну, от 200 до 500 тысяч, я так думаю, чтобы запустить без этой самой фигни. Вот такая фигня. Поэтому это только проект, если у кого есть бабки, делайте. А я, значит, не найду, буду делать старую схему, но всё равно показал этот проект. На этом всё не заканчиваем. Всего доброго. До новых встреч в эфире.